МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Городская среда». Многим известно выражение «Нельзя сражаться против будущего». Время работает на нас. Верность сказанного находит свое подтверждение в том, как нет-нет и меняется наша столица, чья заслуга, наверное, наша с вами, потому как решение принимается муниципальными советниками, которых избрали мы. И если мы хотим больших изменений, то и выбор следует делать соответствующим. Но сегодня разговор не об этом. У нас в гостях муниципальный советник от партии социалистов Юрий Витнянский. И мы поговорим о том, как все-таки удается менять жизнь кишиневцев к лучшему. Здравствуйте! Добрый вечер! Юрий, близится к завершению 2018 год. Как месяц декабря, месяц, когда подводятся те или иные итоги. Практически каждый человек подводит итоги, что удалось в этом году сделать для себя лично, для своей семьи, для своего близкого, на профессиональном поприще. Вот первый вопрос. Чем, на ваш взгляд, запомнится кишиневцам 2018 год? Ну, для нас, я думаю, что самое такое запоминающееся, что кажется для кишиневцев, это вот во многих дворах появились какие-то элементы. Спортивные, детские, воркаут, скамейки, еще что-то. То есть мы постарались в этом году запустить программу, которая коснулась бы человека напрямую. То есть когда, вот, часто можно услышать в телевизионных эфирах, особенно от каких-то чиновников, о том, что вот, там было сделано одно, второе, третье, четвертое. Но, как правило, люди иногда этого не видят, не замечают. То есть очень многие результаты, они какие-то вот абстрактные у сегодняшней власти. Поэтому, именно поэтому мы запустили проект, который можно пощупать, который можно увидеть у себя во дворе. Который можно активно пользоваться. Да, это видно. То есть сегодня, заходя практически в каждый, наверное, четвертый двор, уже можно увидеть результаты. Хотя этот проект, это только самое-самое начало. И вот в первом семестре 2018 года было в 42 дворах Кишинева установлены детские площадки. Во втором семестре еще 58. И вот сегодня завершаются работы по сотой детской площади. Юбилейной, можно сказать. Юбилейной, да. Но на этом мы не останавливаемся. У нас завтра начнется уже 101, 102, 103. Еженедельно где-то около пяти объектов сдается, так сказать, в эксплуатацию. Ну, кроме детских площадок, есть еще в этом году, вот сейчас, я думаю, что в течение этой недели все работы будут завершены. Это еще 70 спортивных. Это 35 фитнес-площадок для людей, ну, больше, так сказать, пожилых, то есть взрослых. И есть еще 35 типа воркаут. Это для молодежи. Брусья, турники. То есть для того, чтобы молодежь могла заниматься спортом. То есть мы постарались в этой программе благоустройства дворов охватить, то есть все возрастные категории. Ну, и также тоже в течение этой недели закончатся работы по установке еще 600 скамейок. То есть комплекс. Да, отлично. Ну, в этом принципе, наверное, не все то, что удалось уже сделать в рамках работы муниципального совета. Я, насколько знаю, есть много таких вот достаточно ощутимых достижений, как повышение заплаты дидактическим кадрам. Но я знаю, что вы специалист или, будем говорить, в муниципальном совете отвечаете за работу или за, ну, будем так сказать, занимаетесь именно темами инфраструктурного характера, темами, которые связаны с работой транспорта. И, насколько мне известно, не так давно прибыли из Чехии, где побывали на своего рода таком тренинге знакомства с тем, как работает или как поставлена работа городских служб, которые занимаются именно общественным транспортом, городской инфраструктурой. Как налажена эта работа? И вот что удалось уже, ну, не знаю, подчеркнуть, какой опыт удалось вам привезти обратно сюда, в Молдову? Ну, учитывая, что в нашей комиссии, членом которой я являюсь, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе, входит и работа с общественным транспортом, с дорожной инфраструктурой. Очень много в Праге и в городе Брно, это второй город в Чехии после Праги, очень много уделили внимания именно инфраструктуре. И, конечно же, стратегическому подходу в данной области. То есть, говоря с их местными специалистами, мы понимаем, что в отличие от Кишинева, есть стратегия развития города. Исторического, в первую очередь. Потому что у них исторический центр города, он сохранен до сих пор. Что в Брно, что в Праге. А в Кишиневе мы это теряем, к сожалению. И, тем не менее, у них, несмотря на то, что есть ситуация хуже, чем... Должна быть вроде бы хуже, чем в Кишиневе, потому что в исторический центр города, ну, нельзя въезжать, нельзя много пускать общественного транспорта, нельзя... То есть, он ограничен, потому что это туристический, в первую очередь, сектор. А у нас в Кишиневе такого нет. То есть, в принципе, коммуникации для общественного транспорта у нас должны быть проще. Но, тем не менее, нету ни в Праге, ни в Брно, нету проблем с пробками. Нету проблем с общественным транспортом. Он функционирует нормально. А у нас в Кишиневе же мы понимаем, да, каждый день сталкиваемся с этой проблемой. Одна это маршрутки, поломанные автобусы, и так далее, и так далее. То есть, у нас, например, с улицы Новобачевской, с Мунчешской, с МДК Кодру, сложно добраться. С сектора ботаники вообще сложно добраться даже до Дойн, до кладбища, если кому-то нужно съездить. Прямого транспорта нет. Хотя, по количеству обслуживаемого населения, вот, например, Брно, это 500 тысяч человек. Прага это 1,2 млн, 1,3 млн. У нас порядка 800 тысяч. То есть, в принципе, цифры, они где-то рядом. Но у нас в автобусном парке есть всего, работает около сотни транспортных средств. В троллейбусном парке 302 троллейбуса. И более чем тысячу маршруток. В Брно, например, это порядка 310 трамваев, 120 троллейбусов и еще несколько сотен автобусов. Но цифры же практически одинаковые. Почему у нас есть проблемы, у них нет проблем? Понятно, что у них новые транспортные средства. У нас старые. У нас самая главная проблема автобусного парка до того, что из 124 автобусов, которые есть в наличии, на рейс может выехать менее сотни. Может быть, проблема финансирования у нас, может быть, бедная. Город не так богат, как Брно. Я уже не говорю про францию. Понятно, что в Чехии, как и во многих других европейских странах, финансовая составляющая обстоит лучше, чем в Кишиневе. Но тем не менее, например, опять же, по инициативе фракции социалистов в предыдущем году были выделены средства на закупку новых автобусов. В нынешнем году, в 2018 году, бюджет предусматривает закупку 50 новых автобусов. Но до сих пор они не закуплены. А возвращаясь к тому, что я начал говорить про автобусного парка, из менее чем сотни автобусов, которые выезжают на рейс, некоторые из них, порядка 10, возвращаются в первые 2 часа работы. Они ломаются. А если автобус сломался, не было бы так смешно, если не было бы так печально. Когда его эвакуатор подымал, он согнулся пополам. Он весь прогнивший, он старый. Автобусный парк срочно нуждается в обновлении. Срочно. И деньги в муниципальном бюджете есть. Как минимум, например, если бы в этом году дирекция транспорта нормально провела тендер. Если бы они закупили, потому что деньги им были выделены из муниципального бюджета. Если бы они закупили 50 автобусов. В следующем году начинаем делать сборку. Если у нас уже есть подушка из 50 автобусов. И так можно за 3-4 года полностью изменить ситуацию с автобусным парком. Улучшать, конечно же, дальше троллейбус. Троллейбусный парк. И постепенно мы понимаем, что у нас 2 года, 3-4 года назад у нас было порядка в городе порядка 2000 маршруток. Сегодня их чуть больше тысяч. Мы понимаем, что спустя еще несколько лет их останутся сотни. И со временем они, так сказать, уйдут в историю. Маршрутки это уже, так сказать, пережиток прошлого. Насколько я знаю, в Праге и Бруно они вообще не появляются. Да, их не существует. То есть это уже, я не знаю даже, были ли они когда-то. А если были, то по крайней мере последние несколько десятков лет их там нет. Да, у них есть трамвай. Но я бы не сказал, что трамвай это что-то нереальное. Сегодня трамвай, он дороже, чем автобус в несколько раз. Но при эксплуатации он может заменить десяток автобусов. Поэтому это рациональный вид транспорта. Поэтому говорить об инвестировании в трамвайные линии, это рационально. Сто лет назад так еще не выбегал трамвай. Можно возобновить. Да, то есть нужно рассматривать. Есть, опять же, возвращаясь к опыту наших чехов. И в Бруно, и в Праге есть институт, который занимается стратегическим планированием и развитием города. И их планы, то есть они касаются не только дорожной инфраструктуры, они касаются всей жизнедеятельности города, всего урбанизма. Но я никогда задавал вопросы к коллегам из муниципалитета. Мы встречались с вице-примаром Бруно. Достаточно опытный человек. Давно управлял городом. То есть не первый день. Он говорит, я его спросил, а можно ли в генеральном городостроительном плане сделать изменения какие-то локальные. Он говорит, немыслимо. То есть это невозможно. А у нас на сегодняшний момент то и дело на каждом заседании муниципального совета исполнители готовят какие-то местные пузы. Да, изменяем локально. Если так посмотреть, то можно предложить муниципальному совету рассмотреть 100 пузов. И уже тогда вообще не будет смысла вообще существования генерального городостроительного плана. То есть первое, о чем нужно говорить, это что нужно перенимать у них. Это стратегию развития. То есть нужно понимать, что нужно сделать сегодня и что должно быть через 20 лет. Например, даже если вернуться к благоустройству дворов, к этому проекту, который запустила фракция социалистов в муниципальном совете. Мы, прежде чем установить первую детскую площадку, мы сделали инвентаризацию всего города. Мы своими ногами обтопали, то есть не только на карте, не только в кабинете, а вживую обошли все дворы, посмотрели, где что нужно. Какая ситуация там, где проходят какие коммуникации. Мы переговорили с архитекторами, то есть изучили от А до Я всю ситуацию со дворами. И только после этого был запущен проект. 100 площадок уже установлено детских. 70 спортивных. Это 170 дворов уже благоустроено. И мы продолжаем. То есть каждую неделю 5 новых объектов будет сдаваться в эксплуатацию. То есть мы говорим уже практически о 200 дворах, в которых будет до конца года детская или спортивная площадка. Но мы понимаем, что вот сегодня мы сделали за 2018 год 200 площадок. В следующем году этот проект должен продолжаться. И у нас уже есть не только понимание, у нас уже есть и обращения граждан с подписями. В каждом секторе где-то по 40-50 обращений. То есть мы знаем, где необходимо разместить в следующем году. И эта программа рассчитана на 3 года. 3 может быть чуть-чуть больше, чем 3 года необходимо. У нас необходимо 250-260 дворов, если быть точным, ой, 250, 950. Если быть точным, 969 дворов, которых необходимо установить детскую или фитнес-площадку. Если мы в этом году установили 200, первый камень заложен, идем дальше. За несколько лет можно всю эту программу выполнить, и у нас будет в каждом, каждый двор будет нормально благоустроен. Также начали вот в этом году, заложили камень в ремонте и благоустройстве внутридворовых дорог. Потому что они на сегодняшний день находятся в очень плачевном состоянии. Опять же, эти работы можно выполнить в течение 5 лет. Хотя, когда смотришь на дороги, кажется, что это, наверное, невозможно. Почему за предыдущие 10-20 лет ничего не было сделано? Были какие-то точечные работы и так далее. Сегодня уже есть результаты. Первые 50 дворов уже были сделаны. И на улице Новобачойской, где, мне кажется, десятками лет люди просто ходили по разбитой дороге. И они не верили, когда обращались к нашим камням, к нашим коллегам. Они не верили, что возможны изменения. Но эти изменения, тем не менее, сегодня можно показать. Они, к сожалению, внутридворовое пространство нашего города хранят отпечатки еще советских времен. Потому что еще с тех лет, как были распланированы, как были укатаны асфальтом эти дорожки, вот так, в общем-то, рука столичных чиновников или нога столичных чиновников не ступала на вот эти территории. У меня вот такой вопрос. Я, если вернуться к транспортным проблемам, я с жизнью чешской столицы знаком не по, так сказать, по телевизионным программам туристического характера. Я какое-то время в ней там проживал и работал. И хочу сказать, что всегда удивлялся тому, как работал общественный транспорт. Если в расписании, которое было установлено, вывешено, приклеено на остановке, указано, что трамвай, троллейбус или автобус должен появиться, в ближайшее время, когда он сейчас подойдет, будет обозначено, например, 17 часов 28 минут. Или там 24, даже вот такие показатели висели. Он реально приходил 17-24. И это настолько удивляло, приятно. Ты мог планировать как-то, в общем-то, свои передвижения, понимая, где, в каком отрезке, временном отрезке ты будешь находиться в тот или иной момент. И я понимал, что это очень-очень удобно. Это крайне удобно. И чувство такой надежности, комфорта, опять же. Я не особо помню переполненных автобусов, троллейбусов. Все как-то налажено. Метро работало не по часам, так и по минутам. Вот каким образом удается достигнуть, или как так можно построить работу общественного транспорта, чтобы транспорт работал как часы. И почему нам не удается обрести такую возможность? Почему нам не удается, как тем же прожанам, жителям Берлина, других европейских городов, и не только европейских, жить так, чтобы никогда не опаздывать и в то же время комфортно передвигаться по своему городу? Что касается именно точности прибытия транспортного средства общественного по расписанию, на самом деле, мне здесь нужно только желание. У нас тоже расписание висит, но я никогда не видел, что совпадало. А как проследить, конкретный троллейбус или автобус опоздал или приехал раньше времени? То есть виноват этот водитель или водитель следующего или предшествующего троллейбуса? У нас есть автор, он не автор, но человек, который занимался именно внедрением этого проекта, Антон Ляцкий, наш коллега, тоже муниципальный советник. Мы с ним смотрели и изучали такой проект, как сделать так, чтобы у нас были GPS-маячки в каждом троллейбусе, в каждом автобусе. Тогда можно через приложение, каждый житель, каждый гражданин может через это приложение смотреть, где находится этот общественный транспорт. И через это же приложение он может отследить, что вот конкретный автобус с таким-то номером опоздал, и написать жалобу в этом же приложении. То есть когда у жителей будет контроль над… и эта система будет прозрачной, тогда появится дисциплина какая-то. Тогда сразу… потому что сегодня, кроме диспетчеров, которые находятся в 5-6 местах по всему городу, никто отследить не может. Даже если автобус или троллейбус опаздывает, он, как правило, к диспетчерской подъезжает вовремя. На одной остановке опоздал, на другой нагнал и так далее. То есть ему главное – приехать к диспетчеру вовремя. Если у нас будет система, то есть по которой каждый гражданин сможет отследить этот общественный транспорт, когда он должен прийти, появится дисциплина. И у водителей, и у тех, кто контролирует. Можно идти более… может быть не таким дорогим путем. Ведь достаточно написать жалобу, постоять на остановке, написано 17-24. Автобус такой-то на кузове воды должен появиться. Не появился. И 18-24 не появился. Но эта система, она на самом деле далеко. Далеко простая и дешевая. То есть нет в этом никаких сложностей. Он был как пилотный проект, запущен у нас в Кишиневе, с 30-м троллейбусом, который едет в аэропорт. И она сейчас работает. Хотя иногда она выключается. То есть почему до сих пор дирекция транспорта не имплементировала этот пилотный проект к другим? Я считаю, я убежден в том, что единственная проблема, единственный камень преткновения – это желание. Да, проще, когда тебя не контролируют. Проще, когда тебя не видят, и ты можешь работать спокойно. Так ведь можно понять реальное количество, опять же, троллейбусов, автобусов на наших улицах. Разумеется. Потому что есть ряд экспертов в области транспорта, которые говорят о том, что в автобусном парке существует... И мы еще сложно проверить. То есть я не могу сказать, действительно так это или нет. Но есть мнение экспертов, которые говорят, что они заявили, что у них вышло сегодня на рейсе, весь день работало 74 автобуса. А де-факто их было 69, а расходные средства шли на все 74, то есть солярка и так далее, и так далее, и так далее. И об этом даже я слышал, в том числе говорили и сами работники в том числе парка. Понятно, что повторить это где-то публично они боятся, но тем не менее, то есть такие разговоры есть. Когда у нас, если будет, опять же, возвращаясь к этому проекту, то есть у нас будет в каждом транспортном средстве GPS-маячок, то это будет исключено. Сразу будет видно, кто, где, в парке он или действительно он на линии. Вот такой элемент высоких технологий, там, GPS-маяки, приложения смартфонов. Это элементы, наверное, такого большого понятия, которое сегодня называется «смарт-сити». То есть этим увлечением сейчас, ну не знаю, там, очарованы многие архитекторы, градостроители, которые понимают, что в 21 век надо уже, наверное, планировать создавать совершенно иной вид транспорта общественного характера, что-то предложить горожанам более современное, более надежное. И, соответственно, как бы работающие так, чтобы у современного человека экономилось время и сохранялся комфорт. Я, когда вот сказал, что жил в Праге, конечно, я жил в те времена, когда мобильные телефоны только начинали завоевывать мир, а в мобильных приложениях тогда, наверное, широкий круг людей еще я даже не мог предположить. И, тем не менее, общественный транспорт работал как часы. И я думаю, что, наверное, идея «смарт-сити» каким-то образом, наверное, пленила и тех, кто занимается развитием города в той же Праге, в том же Бруно. Вот знакомились ли вы с этой частью? Разумеется. Система, что такое «смарт-сити», то есть, ну, я могу рассказать, например, на примерах, которые есть у нас и которые есть у них. То есть, вот в Праге, да, в принципе, по всей Чехии работает система единого билета. То есть, в черте города, разумеется. То есть, можно купить… Ездинка называется, если я правильно помню, да. Можно купить проездной билет на весь день. Ты его один раз только активируешь, и все это с ними ездишь. В любом, то есть, и это касается, и метро, и любого другого общественного транспорта в городе. Мы тоже рассматриваем сейчас электронное тикетирование билетов, то есть, в городе Кишиневе. Это тоже проект, то есть, один из видов внедренных проектов, так сказать, «умного города», да, «смарт-сити». Ну, трудно предположить, что, например, единый у нас билет, так сказать, наша молдавская ездинка, которая там обозначается период времени, когда действуют билеты. Вот ты, сев в троллейбус, проехав несколько остановок, пересаживаешься в «умную маршрутку». Уже, наверное, смешно. То есть, здесь, вот, мне кажется, я ничего не хочу говорить против, так сказать, вот этого вида транспорта, как маршрутное такси. Да, в каком-то моменте, или в какой-то период эти ребята выручали кишиневцев. Но, мне кажется, эту ситуацию все равно создали искусственно. Ну, как бы, да, отдельная тема. Я убежден, что общественный транспорт должен быть муниципальным. Маршрутки — это что-то частное, которое работает, но уже себя и жило, работает плохо. Если весь общественный транспорт муниципальный, в данном случае это троллейбусы, автобусы, то тогда внедрение вот этого вот электронного билета, оно является очень своевременным и актуальным. Опять же, если вы говорите о финансах, да, то есть для того, чтобы внедрить эту систему, нужно затратить энное количество средств. Но, учитывая местную, так сказать, местную проблему, местную особенность нашу, и вообще молдавскую, в том числе кишиневскую, у нас при обороте наличных средств деньги теряются, пропадают. Да, то есть сейчас искать виноватых, это уже, пусть это так прокурорам. Но, тем не менее, муниципалитет за счет наличного оборота в общественном транспорте, обелечивания наличного, теряет десятки миллионов лей. То есть можно говорить около 20 миллионов, но именно с внедрением электронного билета мы сэкономим эти средства. То есть менее чем за год, да, мы эти деньги, так сказать, потраченные деньги на внедрение этого проекта мы вернем. А в следующие годы на 20 миллионов можно закупать ежегодно, приобретать новые транспортные средства. И тогда, опять же, если у нас сегодня бы в автобусном парке все транспортные средства были новые, ну, новые до 10 лет, а не производство 85, 87 или 95 года, то они бы не ломались прямо на рейсе. А когда поломался, если на маршруте должно быть 4 автобуса, 2 автобуса сломалось в середине дня, понятно, что они будут опаздывать. Да, и тут уже никакого GPS-маячка бы в автобусе не было, когда их вместо 4 только 2, понятно, что будет задержка, пассажиры будут ждать. Когда мы сможем закупать, ну, и обновить парк, тогда эта проблема будет в том числе и решена. То есть здесь, возвращаясь к тому, как смотрят, например, в Праге, комплексно смотрят на проблему. Значит, нам нужно, если смотреть комплексно на проблемы с общественным транспортом, во-первых, GPS-маячки, это недорого. Во-вторых, электронный билет, муниципальный транспорт в целом. Нужно посмотреть, сколько нам нужно, какого транспорта и так далее. Увеличить троллейбусные линии или увеличить количество автобусов. И, соответственно, закупить новые автобусы. А закупить новые автобусы, я думаю, что это может подтвердить любой слесарь, в том числе и бухгалтерия автобусного парка. Потому что старый автобус половину времени не работает, а то время, которое он не работает, он только приносит убытки. Потому что его нужно ремонтировать и так далее. То есть в обслуживании он намного дороже, даже в расходных материалах. Потому что новое транспортное средство – один расход бензина и масла. А у автобуса 20-летнего или 30-летнего в 2-3 раза больше расхода именно на топливо и так далее. То есть новый автобус, несмотря на то, что нужны средства на его приобретение, в обслуживании он экономичный, эти деньги экономятся. То есть мы не должны тогда будем из муниципального бюджета ежегодно выделять сотни миллионов леев на поддержание автобусного парка. Лучше мы эти деньги будем выделять на приобретение новой техники. Тогда эти деньги будут использоваться рационально. Вот ваш комментарий того, что происходит сегодня с нашей главной столичной улицей. Смотрите, мы наблюдаем. То паркуются, то вдруг начинают бивать какие-то столбики, приобретенные за валюту в соседних странах. В итоге, в общем-то, все равно парковка остается доступной. Просто, получается, мы этими столбиками огородили эти машины, которые каким-то образом все равно появляются на этих участках. Второй вопрос. Когда же у нас появится, и появится ли вообще у нас выделенная линия для общественного транспорта, то есть та часть проезжей части, по которой запрещено ездить другому транспорту, кроме как автобуса или троллейбуса? Общественная линия – это крайне необходимо. Сегодня дирекция транспорта говорит о том, что они готовы ее запустить, по крайней мере, по центральной улице. Но до тех пор, пока мы имеем проблему с парковками вдоль этой улицы, сама линия, она неэффективна. Потому что, да, у нас есть отдельная линия, но она, как правило, всегда у бордюра. Если на бордюре припаркованы автомобили, они паркуются, выезжают с парковки и препятствуют перемещению общественного транспорта. Опять же, нужно решить вопрос сначала с парковками. До тех пор, пока вопрос с парковками не решен, отдельная линия для общественного транспорта, она тоже, так сказать, ее эффективность весьма сомнительна. Я увидел в Праге очень интересное транспортное средство. Я не мог понять, что это. Я несколько бегал за ней, пытался сфотографировать, чтобы показать потом коллегам из магистратуры, ну, это их местная примария, и спросить, что это. У них есть машины, которые ездят по улицам, и они обставлены камерами. Куча камер в разные стороны. Восемь камер, по-моему, на этой машине. Так вот, эта машина следит за тем, кто как паркуется. Если в запрещенных местах припаркован автомобиль, они его снимают. Все на уровне автоматизации. То есть, это еще один пример умного города, Smart City, где автомат знает, где можно парковаться, где нельзя парковаться. И если камера фиксирует неправильно припаркованный автомобиль, автоматически выписывается штраф. Никто не паркуется просто потому, что боится получить штраф. У нас на сегодняшний момент, да, мы видели на Штефана, поставили столбики, машины стоят, и в течение дня никто их не трогает. Но у нас, как правило, штрафов нет. У нас номера снимают. А уже потом, получается, номер меняют на штраф. Честно говоря, я... Мне кажется, это старая система. Давно уже во всех городах, и не только, если говорить о Чехии, и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки, и во всей Европе, уже есть же специальная служба, которая выписывает штраф. Но ты не можешь пройти техосмотр до тех пор, пока у тебя есть штраф. Если это машина с иностранными номерами, то при пересечении границ опять же сталкиваешься с проблемой, что есть какие-то административные правонарушения. Почему эта система не работает? Почему ее не пытаются запустить, а полицейский подходит с отверткой, скручивает номер? Это как-то немножко примитивно. То есть это не смарт-сити? Это элемент, как он непонятно. Да, то есть необходимо переходить. Потому что вопросы смарт-сити, если возвращаться более глубже, они не только помогают администрировать более удобно город, они позволяют экономить средства. Если вот введение электронного билета, тикетирование, экономят определенные средства. Если вернуться к другой сфере, например, тоже в области ЖКХ, вернуться к свету. Сегодня для того, чтобы переходить на LED, они могут быть чуть-чуть дороже, чем тот старый плафон, но потребляемая энергия, она дешевле. А нам, с нами, например, в Бруно делились коллеги, они только хотят внедрить эту систему, у них еще ее нет, они тоже к этому стремятся. Система то, что, когда идет пешеход по тротуару, фонарь загорается, 3-4 фонаря на протяжении... То есть как бы сопровождает свет. Дистанция в 50 метров, то есть свет сопровождает пешехода. И также свет сопровождает по дороге и машину. Опять же, мы с внедрением этой системы экономим средства на электроэнергию. То есть многие проекты в Smart City, они даже если стоят каких-то денег, они в итоге экономят средства, что позволяет продолжать развивать город. Бюджет на сегодняшний момент нашего города, ну, мы можем говорить, если так округлить, то 4 миллиарда леев. Это реальные средства для того, чтобы внедрять и приобретать какие-то проекты. Например, если посмотреть, сколько было затрачено на установку этих вот площадок, то мы можем говорить о том, что было на детской площадке выделено 12 миллионов леев. 12 миллионов для того, чтобы ежегодно тратить на то, чтобы в каждом дворе была детская площадка, это не так много. Из 4 миллиардов леев. То есть эти проекты, они все реальные. Для того, чтобы запустить электронное антикетирование, нужно тоже несколько миллионов. Может быть уже вся, то есть имплементация всего проекта обойдется свыше 10 миллионов. Но ежегодно мы будем экономить 20. Это рационально. Нужно смотреть глобально, изучать проблему и комплексно подходить к ее решению. Как это делают наши, так сказать, коллеги в том же Бурно и Праге и не только в этих городах. А вот тема незаконного строительства, незаконного захвата земельных территорий. Вот известно сегодня современным чехам и, ну, в общем-то, жителям Бурно и Праги. Для них... Делились ли они такой информацией? Я вот задавал, я же говорил о том, что пытались разговаривать с их урбанистом, пытались задавать ему вопросы. Он смотрел немножко на наши вопросы немножко с удивлением, если не сказать дикому. Они не понимают, как можно изменить путь. Просто, например, особенно если это исторический центр города. На сегодняшний день, опять же, если есть стратегия развития города, она должна быть как... Я считаю, что вот генеральный градостроительный план... Конституция города. Да, как конституция. И какие-либо другие... Вмешиваться в нее должно быть очень сложно. У нас даже, если вернуться к законодательству, да, то есть обычный закон, да, ординарный принимается большинством. То есть 51 голосом, да, парламентским большинством. Конституцию необходимо изменить двумя третьими. Так вот, генеральный градостроительный план, он должен быть тоже настолько сложный для того, чтобы его изменили, чтобы это было практически, может быть, нереально. Стратегия, она должна быть четкой линией, которую нельзя просто так брать и менять. И если у нас будет четкая стратегия, так сказать, неприкосновенный генеральный градостроительный план, тогда у нас не будет этого незаконного строительства. У нас не будет точечных строек, когда муниципальный совет или еще кто-то с клоками, руганьями и так далее изменяет в центре города пус, и после этого изменяется зона, то есть высотности строительства. Вот законодательно будет ли статус этого документа сохранять свою силу, например, на протяжении, допустим, 8-10 лет. Потому что, смотрите, состав муниципального совета меняется, придут новые муниципальные советники. Вот они подумают о том, что устарела эта концепция. Знаете, как-то цитата. Концепция меняется, все. Поэтому, как сделать так, чтобы, если, например, в этом составе муниципального совета будет проголосована какая-либо стратегия, чтобы она была принята и существовала какая-то преемственность в этой работе? Знаете, есть две стороны медали. То есть, с одной стороны, можно сказать о том, что первый вариант, можно изменить это на законодательном уровне, если парламентарии этим заинтересуются. И они изменят вопросы. Тем более, у нас на сегодняшний момент будут скоро одномандатники. То есть, у нас в Кишиневе будет 9 депутатов. Представители Кишинева? 9 депутатов. И они с эту проблему должны знать изнутри, на его округе, где какие проблемы, где может возникать. И вот как раз именно эти люди должны поднять вопрос на законодательном уровне, как сделать так, чтобы нельзя было просто так брать их в центре города, достроить или в исторической зоне высотное жилое здание. С другой стороны, если уже, да, понятно, у нас есть муниципальный совет, тоже народные избранники, у них должна быть и своя ответственность. Но на сегодняшний момент, к сожалению, да, у нас можно посмотреть на коллективную, да, безответственность. Когда нету нормального примара, у нас в городе нет примара, у нас в городе нету хозяйственника, нету, так сказать, начальника, у нас сегодня каждый сам за себя. И муниципальный совет, это структура коллегиальная. Сегодня, если, знаете, как в анекдоте у Аркадия Райкина было, что костюм шит криво, да, над пуговицами не подерешься, да, пуговицы, претензии есть, нет. Поэтому понятно, что должна быть четкая структура, четкая вертикаль власти. Даже в городе, где и примар, и совет работают вместе, и тогда можно выстраивать стратегию. До тех пор, пока нету примара, пока исполнительная власть непонятно кому подчиняется, то стратегию выстраивать очень сложно. Хорошо, тогда вот, чтобы закруглить немного тему вашей, так сказать, поездки в Чехию, что удалось, ну, например, выяснить на самих улицах города, насколько все-таки жители Брно, жители Праги оценивают работу муниципалитетов своих, и как они, ну, не знаю, как строится связь между вот чиновниками и горожанами. Существует ли какая-нибудь, ну, не знаю, там, возможность сообщить на какой-либо сайт муниципального совета, либо есть какая-то, ну, раз уже внедряется такая идеология, как смарт-сити, то, может быть, в этом направлении есть какие-то подвижки. Я вот заметил, несмотря на то, что, например, у них местные органы власти, они очень близки к людям, то есть, вот в том же Брно, вице-примар, он работал с общественными организациями, очень тесно, то есть вокруг него было, было акцентрировано, то есть собрал вокруг себя там десятки общественных организаций, то есть с гражданским обществом, и работал очень тесно. Но, тем не менее, я обратил внимание, что у них власть в городе меняется очень часто. Каждый выбор, в принципе, приходит... Новые люди. Да, новая власть. В любом случае, я думаю, что здесь, у нас, в городе, мы ушли... Мы сильно от них не отстаем, потому что у нас есть достаточно сильное гражданское общество, которое держит руку на пульсе, и в то же самое время, вот даже у нас, во фракции, были запущены такие проекты, «Петиция.мд», «Дичи.дмд», на которых у нас есть тесный контакт. Да и мы сами, и, по крайней мере, каждый из советников из нашей фракции, мы во дворах. То есть я... И даже я каждый день постоянно во дворах. С теми же детскими площадками. Мы каждую площадку обсуждаем, прежде чем установить ту хотя бы одну скамейку во дворе, проводятся встречи с жильцами. Мы настолько близки, наверное, к людям, что «Да, я сегодня могу зайти чуть ли не в каждый двор того сектора, за который я отвечаю, да, и я здороваюсь с людьми, они знают меня, я знаю их». Вот такой должна быть власть. Власть должна быть на расстоянии вытянутой руки, особенно городская, где человек может до нее просто дотянуться. Что получается так, что советники ближе, чем работник, директор ЖЭКа. Потому что вроде бы, хотя должно быть в принципе наоборот. Нужно менять многое в премарии, что касается чиновников, их подхода к людям и так далее. Потому что, да и люди должны видеть результат. Если люди один раз обратились к тому или иному чиновнику, второй, третий, четвертый, пятый раз, и нет результата, то они перестанут вообще к кому-либо ходить и перестанут верить в власть. То, что и происходит, кстати, не только в городе, но и в всей стране. Согласно замерам социологических вопросов есть статистика, насколько невысоко что-либо доверие к муниципальным властям. Под занавес, вот что хотелось бы вас спросить. Вопрос довольно простой. Мы с вами говорили о том, что удалось сделать, над чем приходится работать и что хотелось бы изменить. А вот каковы планы, ну, помимо сказанного, каковы планы вот на следующий 2019 год у муниципальных советников партии социалистов? Ну, сейчас, по крайней мере, все те проекты, которые мы запускали, мы нацелены на то, чтобы их продолжить. Потому что те проекты, которые были запущены, это не что-то точечное. Это вот как раз комплексный поток. То есть, системная такая... Да, эта работа должна быть системной для того, чтобы мы достигли результата. Ну, разумеется, что вот сейчас, 19 числа, будет принятие бюджета в первом чтении на 2019 год. Мы постараемся убедить и коллег других фракций, что эти проекты необходимо продолжать. Независимость каких-то политических аспектов и так далее. проекты, которые реально приносят результаты, будь то социальные, будь то инфраструктурные, они должны продолжаться. И мы, например, некоторые нереализованные проекты будем пытаться продолжить в следующем году. То есть, например, мы боролись на... Давно занимались, вот это, наверное, не первый день я пытался что-то сделать с фонтаном на Ботанике у Искры, но на сегодняшний момент уже есть какие-то продвижения. В этом году он не был сделан. Но будем стараться в том числе, чтобы в бюджете на 2019 год были предусмотрены средства и на этот. вообще мы считаем, что все фонтаны необходимо в течение двух-трех лет реконструировать. Все-таки это красота города. Это не только красота, это и здоровье наших кишиневцев, потому что, смотрите, мы живем в достаточно южном городе, но и в то же время пыльном, и поэтому, наверное, лишнее увлажнение атмосферы было бы, отразилось бы, вернулось бы кишиневу здоровьем кишиневцев. Если говорить о планах на будущее, то мы понимаем, что изменить ту ситуацию, с которой мы сегодня столкнулись, с теми же дорогами, с теми же автобусами, дефицитом общественного транспорта и так далее, и так далее, и так далее. Те же множество проектов умного города, как его часто называют, смарт-сити, используя неологизмы, это все реально. И это реально в ближайшее сделать за два, за три года. Для этого не нужно десятилетия. Спасибо, Юра, за общение. Я думаю, что и зрителям было интересно вместе с нами обсудить, что происходит в городе, немного помечтать и, в общем-то, укрепиться в надежде, что изменения к лучшему возможны и они обязательно произойдут. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Республики Молдова Юрий Витнянский. Оставайтесь с нами, будет интересно, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин